добрый вечер мы продолжаем наши серии уроков по книге ракука урота шува всем добрый вечер мы сейчас находимся учим 14 главу мы вернемся к восьмому и выучим если не учили еще раз восьмой абзац и перейдем к девятому я хочу сказать некоторое вступление что ли у нас книга урота шува прочуву как исправлять как бы наши ошибки и мы видели что это не только ошибки это так же как это еще много чего очень много интереса но сейчас у нас тема именно шува связана с едой и с одной стороны они я не немножко сложно как ему преподавать потому что как бы посмотри на себя в зеркало что называется я сам это самое как ты иногда решу самые не совсем далекий как мне кажется по крайней мере от меня это очень далекий это сфер но с другой стороны как мы уже учили не раз и не два как бы все что раз говорит все что нам говорит даже если это не касается нас напрямую то все равно это какой-то отпечаток в душе у нас оставляет и поэтому это стоит этого и поэтому я хочу сделать в общем по поводу еды вообще некоторые отступления я опять приведу свою любимую расширки здесь если мы закроем глаза и представим себе встречу человека с богом да вот первый человек первое первый человек первый человек первая встреча с богом да самое вот важное что да и бог передает человеку свое повеление и что мы ожидаем услышать какое-то моральное напутствие да то есть будь человеком там не воруй не играй не прелюбодействуя не знаю там молись служи живет такое первое повеление которое получил человек это закон о кошелке вот это кушать не кушать не склеивается не складывается это все какая действительно цель в конце концов человек приходит иудаизм и говорит окончательная цель так как и первое это кушать и такая цель нас у всех воздавая клуб почему потому что с понятием еда у нас связано также в еде присутствует и тут в еде присутствует низменность человека еда это из той серии действий которые мы делаем как ходить в туалет немножко лучше и выше но из той же серии ангелы в этом плане гораздо лучше им не нужно есть пить управлять естественные потребности то есть мы видим в этом как бы что я свободный человек у меня есть свобода выбора у меня есть великие желания а я обязан как это три раза в день хочешь не хочешь там преклонять свое великое человеческое я перед тарелкой и кушать иначе не будет сил ни на какие свои великие совершения это соответственно показывает какую-то низменность человека но не просто так действительно 1 по первое повеление было что если что не есть и не просто так посмеяться я сказал что наша окончательная цель это все съесть действительно цель человека это как бы действительно съесть теперь что съесть все съесть есть весь мир проглотить буквально весь мир то есть давайте скажем это другими словами поднять весь мир на более высокий уровень и распространить своего вот этого человека человечества на такую как бы большую на такое большое пространство в котором проглотит в конце концов весь мир как бы что святость человек он действительно съест мир проглотит его то есть допустим вот как мы просто так что-то едим то понятно что это хорошо для всего мира потому что если человек мы его видим как венец творения то то что вчера было яблоком сегодня стало человеком это хорошо для яблоком и даже то что вчера было овечкой сегодня стало человеком это хорошо для овечки то есть в конце концов что-то превратилось в человек Соответственно, это не просто так. Именно повеление о еде. Первое повеление первому человеку было вот с этого дерева есть, а вот с этого дерева не есть. Это не просто так. И в конце концов тоже мы идем распространить святость и поглотить ее в весь мир. Это то самое направление. Единственное, что у нас на сегодня в нашем мире, как мы его знаем, одновременно с этим с едой связана вот именно вот эта низменность. Человек обязан есть, а не только та сторона еды, которая в возвышении всего, что вокруг человека. Ну, это вот как бы какая-то добавочка, которую я хочу, мне важно, чтобы она была. Это вот видение, которое я хотел сказать, и до того, как мы перейдем к изучению наших вот отрывков, потому что, как я уже сказал, мне немножко сложно преподавать, потому что чувствую какое-то расстояние между ними и собой. Ну, а теперь давайте, с вашего позволения, перейдем к тексту. Нет, не перейдем к тексту. До текста я хочу сделать вторую. Второе видение. Мы обсуждаем в нашей книге Чува. Чува – это, по простому пониманию, это исправление грехов. Мы уже не раз и не два сказали, что Чува – это не только исправление грехов, это исправление всего. Это улучшение и поднятие грехов. Это исправление человека и поднятие человека. И как мы не раз уже сказали, чтобы сделать Чува, совсем не обязательно грешить для этого. Наоборот. Чува – это большой круг. Часть из него, как конкретное приложение, она дает также решение проблемы, а что нам делать, если ты грешил? Но общее Чува этим не начинается, не заканчивается. Совершенно. Мы привыкли думать, что Чува, раскаяние – это инструмент для исправления грехов. Тот, кто не грешил, ему это не нужно. Тот, кто грешил, ему это нужно. Мы учим в нашей книге, что совершенно не так. Есть Чува, что это улучшение и исправление грехов. Это также в нашем конкретном случае может нам помочь справиться с ситуацией, когда мы согрешены. Или мы не согрешены. Допустим, если мы сделали какое-то хорошее дело. Понятно, что это не будет. Вопрос. Можно ли это хорошее дело было сделать лучше? Видимо, да. А в будущем можно ли это хорошее дело тоже сделать лучше? Можно как-то обдумать, продумать и сделать его лучше, полнее, более правильно? Конечно, можно. Обычно можно. Так вот это тоже в чем? Понятно, что это не грех. Так, мы сделали правительное дело. Можно его улучшить? Если можно, то в Чуве есть, что там сказать. Соответственно, если мы перейдем между двумя крайностями, заповедью и греховом, к центру, мы сделали какое-то дело, которое не заповедь и не греховом, можно ли его сделать лучше? Если да, то в Чуве есть в Чуве есть в Чуве. Соответственно, по простому еду мы воспринимаем, как вот именно такое вот серединное никакое действие. Это не положительное действие само по себе, это не отрицательное действие само по себе. Раб говорит, что к этому действию тоже прилагается Чува. Как мы сказали, Чува это не инструмент для исправления грехов, это великий инструмент, которым в том числе можно пользоваться для исправления грехов. И теперь, после двух вступлений, с вашего позволения, мы перейдем к центру. К сожалению, как у нас уже много раз подряд, у нас нет перевода готового, поэтому будем читать иврит и переводить его на месте. Я не помню, учили ли мы восьмой отрывок, поэтому мы с него начнем, переведем и уже продолжим дальше. Продолжение следует... Да, я сейчас вспоминаю, что восьмой отрывок мы учили в двух раз, но я думаю, по повторениям и отвечения, мы сейчас его еще раз быстренько пройдем. Если случается, что человек ест с низкой или отрицательной мыслью, направлением, и сразу же после еды, он делает шугу. Поднять свою мысль и свои силы, возвысить их с помощью шугу из любви, то он исправляет прошлое, как будто изначально еда была в правильном направлении, с правильной мыслью, с высшей, с этой высшей мыслью. И время переваривания, которое подходит к тому, чтобы благословить благословение после еды, Беркат Амазон, оно больше всего подходит к этому поднятию мысли, которая соответствует служащим Всевышнего, как сказано, коины, когда едят жертву, то в это время как раз те, кто принесли эту жертву, они получают свое искупление. Как мы уже учили, я это сейчас тоже заметил, как послесловие, мы также видели, что исправление, оно тоже сильно зависит от того, где мое действие находится, на линии грех, действие, которое не грех и не заповедь, и заповедь. Если это заповедь, я хочу ее улучшить, возвысить, то это проще всего. Если это дело, которое не заповедь, не грех, немножко сложнее. Если это грех, еще сложнее и посредине грехов. У нас тоже есть разделение грехи, более тяжелые и менее тяжелые. Здесь мы видим, что мы говорим про дело, которое посрединке. Не заповедь и не грех сами по себе. И поэтому, соответственно, шива от них, она очень легкая. Достаточно подумать правильную мысль, взять правильное направление после еды. Да, вот это время, пока переваривается пища у нас, по закону это до 72 минут после еды. Соответственно, оно более всего подходит к тому, чтобы поднять эти мысли за одним часом. И тогда это засчитывается, как будто это все было изначально сделано, как положено. То есть никакого действия прилагать к этому не нужно. Все, я здесь остановлюсь и передам вам слово, потому что мне кажется, я слишком много и так уже говорю. Давайте я немножко остановлюсь. Пожалуйста, кто-то хочет кто-то сказать по поводу выученного. Спасибо. Хорошо, тогда с вашего позволения мы продолжим. Сейчас на 9-й абзац и он тоже говорит про иду. И 10-й тоже говорит про иду. 11-й, по-моему, уже нет. Давайте посмотрим, что мозг пьет за сегодня. Итак, 9-й абзац. Ахилагаса. 12-й, по-моему, уже нет. 12-й, по-моему, уже нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому мне сложно привести пример, потому что мы привыкли, что человек, который болен, не хочет есть. Здесь мы говорим, что это какой-то вид болезни, когда человек ест много, грубо или как-то, поэтому я не знаю, конкретнее сказать, как у Равкука, что такое грубая еда. Давайте. Если кто-то хочет что-то сказать, я буду опять рад услышать. Если нет, мы опять продвинемся вперед. И тут, что интересно, в следующем отрывке у нас видео будет немножко спорить с предыдущим. Поэтому он будет понять, как они соотносятся один с другим. Хорошо. Тогда мы сейчас прочитаем десятый отрывок. Тут в дополнении к теме еды у нас будет еще наша любимая тема тшуэ. И Рав скажет, как правильно, и, соответственно, мы помним, как неправильно делать тшуэ. И я из этого делаю выводы, что такое вообще тшуэ, а что такое не совсем. Итак, значит, если нет вопросов или предложений, или какие-то понятия, что с моей точки зрения не очень хорошо, но их нет и не то, мы перейдем сейчас тогда к десятому отрывку. И, видимо, закончим тему еды. Как я понимаю, настолько она появляется у нас в книге. Итак. В деле, когда мы кипятим, когда мы не хотим, когда мы кипятим, или когда мы кипятим в ехиле, что называется «пошэ», когда мы кипятим, когда мы кипятим, что это снова в тщуэ шлема, из-суэ, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь мы видим, что нет никаких принуждений, он не был болен, тем не менее он упал в эту грубую еду, и это называется, да, преступление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поедать... Продолжение следует... 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 Как мы себе представляем человека, который что-то сделал плохо, и он расстраивается и раскаивается о том, что он сделал. Человек плачет, человек говорит ой-вей, рвет себе волосы, и он как бы в плохом настроении, в сильной грустной. Ну, не знаю, как у кого, у меня, по крайней мере, вот такая вот картинка. Человек, который делает раскаяние, это такое серьезное, грустное лицо, и вот занимается раскаянием. И это совершенно не та картина, которую мы встречаем у Рава. Совершенно не та. Это раз-два. Рава говорит совершенно без грусти, но с разбитым, приниженным сердцем, и который полон величия и божественной силы. Разбитое сердце, полное величие. Именно так. То есть, это, во-первых, у нас получается, что это не противоречащее одно-другое понятие. То, чего нет, то, что мы заметаем поганой метлой, это грусть. Ни о какой пользе от нее нет, она нам не нужна. Отсвуд, грусть, как мы переводим. Как это, вот сказать, деколон, сейчас апатия, как бы, да, сейчас дикий-дикий... депрессия, вот. Да, это не то, что нам поможет исправиться, исправить что-то плохое, что мы сделали, и стать лучшим человеком. Это нет. Разбитое сердце, да. Именно, то есть, как бы, разбитое сердце, я думаю, это противоположено гордости, гордыне. Вот я, я все, что делаю, всегда правильно, кто вы такие, что мне сказать, это все нужно выдвинуть, это неправильно. И вот там, где этого нет, это разбитое, видимо, сердце. И не после, насколько я понимаю, во время этой самой чувы, это сердце разбитое, должно быть полно величия и святого могущества, святой силы, да. И вот так вот выглядит настоящая чува, а не так, как мы себе ее рисуем в голове. Давайте еще раз прочитаем, потому что отрывок, с моей точки зрения, он очень-очень важен. Итак, как мы делаем чувы? Во-первых, начинаем. Первое, не бояться исправить то, до чего может дотянуться моя рука. Итак, о чем идет речь? Это тоже очень-очень важная вещь по-моему чувы. Мы можем испугаться сделать чуву, либо из-за того, что это слишком высоко для меня, или слишком низко для меня. Такое вот поведение, какие-то там мысли высокие, думать во время медленно, это не для меня. Убрали. Или наоборот, это такой серьезный грех, а поменять силы сделать на него чуву. Обратите внимание, Раф не спорит с нами, когда мы говорим, что менять силы сделать чуву. Он не говорит, как-то нету, конечно, есть. Раф говорит, нет силы, хорошо. У тебя нет сил исправить все. Ну, у тебя есть, допустим, да, возьмем мне еду, возьмем там, не знаю, там, поссорился с кем-то. Я, не знаю, не могу я тут все извиниться, да, сказать, что я был неправ, мне очень там стыдно. И я от стыда вообще готов сквозь землю провалиться, не способен, не могу извиниться. Ну, хорошо, да, да, не способен ты извиниться. Доброе утро, ты ему можешь сказать? Ну, ладно, доброе утро я ему могу сказать, да. То есть есть какое-то, где я говорю, я не могу, а есть где-то, что я говорю, да, но это я могу. Вот там я не могу, вот здесь могу. Раф говорит, очень хорошо. Давай договоримся. То, что ты считаешь, что ты не можешь сделать полное исправление, тебя не остановит из того, что ты делаешь частично. Вот это вот то, до куда ты можешь, твоя рука может дотянуться, это очень важное условие. Ты считаешь, что ты можешь исправить полтора процента, исправь, пожалуйста, это очень-очень важно. Это очень важно. И мы не будем с тобой спорить, можешь ли ты исправить все. Ты считаешь, что полтора процента исправить можно, отлично. Пусть твоя вера в то, что 98,5% исправить ты не можешь, не остановит тебя от возможности исправить полтора процента. И эти полтора процента это очень-очень, это первое. значит до туда до туда до куда достанет это значит ахара хила мы говорили спройду теперь быть шувами оба теперь чего из любви тоже важная тема что вас любви это высшая форма мы можем сказать ахать не для нас для нас тут шува из страха допустим мы мы еще не до расследующего из любви может быть может быть но во первых мы говорим про исправление не греха поэтому бояться есть ничего нас не зажали в аду из-за того что мы сделали что то что можно было делать не не совсем это преступление это не такое большое и как мы говорим бог нас не ищет он болеет теперь в общем подход рова то если смотреть в общем про наше поколение то что с нами работают то что с нами может работать то что может сработать но только чего из любви только выше мы поколение чува из любви чува из страха с нами не работают на столе нас на нас уже запугивание не 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 идут это общемировая тенденция скажем так кроме того что вы видно и понятно из многих очень мест что это как бы естественное чува для самого рама но вот если как бы каждый для себя решить такой там чего и пользоваться но насколько я понимаю раф смотри на наше поколение в общем он постановил что чува для нашего поколения чува и зуби это второе дальше теперь как делается чува мы вспомнили да мою картиночку а то как мы льем горючее слово теперь мы абсолютно серьезно мы раз мы раскаиваемся о том что мы сделали мы думаем о том чтобы как этого не сделать в будущем и так далее мы делаем серьезные попытку исправить не просто так но чего делается бессилха в тубле с радостью и с расширенным сердцем без грусти без фрустрации без депрессии но хидваташе с божественной радостью с разбитым сердцем и приниженным полным величия и божественной силы идет вместе это разбитое сердце должно мне дать величие радость вот это разбитое сердце они грусть фрустрацию и дикого депрессию и тогда это называется чува из любви и тогда он сможет действовать избавление и для себя и для всего мира и даже если он упал во время еды ни раз и не два как это не бойся ты вернешься и пойти сможешь и поднимешься и удостоишься есть святую еду святой хлеб высшей святости и преступление твое превратится в шефа в изобилие изобилия благости бога и благословения и милосердия и его желание то лев мечтетами доброе сердце постоянно отрабатывать я думаю на сегодня у нас все как раз наше время подходит концу я был бы очень рад все таки дал услышать от вас хотя бы пару слов сегодня как-то как-то говорится на кладбище запрещено изучать торус я буду очень рад услышать ваше какое-то пидбик вашу реакцию кто-то что-то хочет сказать я бы хотел пользуясь случаем здравствуйте уважаемые на там все остальные присутствующие меня сергей зовут я не так часто присутствую на занятиях вот именно бриталам хотя имея прямое отношение декларацию и непосредственно по моему также участвовали в этом в моем принятии насколько я помню вот ну мы не пропускаем занятия с супругом и женой занимаемся просто так получается что по времени с другими общинами там бывают и другим здесь по месту в алматы крови находим на занятия в общем но стараемся и по возможности буду присутствовать и на ваших занятиях теперь почаще было очень интересно хотел бы одну такую вещь заметить поблагодарить вас за высокий уровень скажем так отношения к изучаемым теме изучаем вопрос в большинстве мест где мы занимаемся и даже вот с раввином с которым которым мы ездим на занятия равшева глотопольский там в общем подход такой что видимо может для бнаенолахов так может быть потому что общий уровень такой у людей начальный этап что достаточно просто делать и вот об этом многие говорят и на этом уровне объясняют что иудаизм в первую очередь это все-таки делай и я вам хочу поблагодарить за такой уровень что наконец-то я на занятии услышал что еще вы больше планку поднимаете о том что не просто делай а надо делать с радостью в сердце с хорошим подходом то есть имеет значение большое тот внутренний фактор когда внутренние ощущения с каких как ты делаешь тоже молитву ты читаешь не просто ее прочитал как положено после еды до одна из самых важных молитв а что надо радоваться и понимать для чего ты это делаешь с благодарностью они просто отторбанил и все вот очень приятно было услышать на вашем занятии что вы на таком уровне объясняете спасибо большая благодарность за это большое спасибо ну во-первых я сразу вас приглашаю в лильмоде есть уроки мои пара куклы много там целой серии там очень много действительно это подход рафука у него действительно глубокий подход ко всему он он философ он хорошо разбирается в философии общей он как бы он он объем лет всю тору аллаху закон открытую часть скрытую часть каббала все и в общем то все его учение это перевод каббалы тайного учения на язык на язык открытой части поэтому ее можем учить потому что я в каббале как это самое как свиня в апельсинах в момент когда раб это перевел на язык открытой торы то мы тоже можем изучать это соответственно да на уровне как бы на уровне исправление мира на уровне до том уровне на которого достойно наше покорение давайте вот большое спасибо за комплименты мне кажется очень приятно вы приглашены конечно всегда вот просто у нас был некоторый технический сбой несколько моих последних уроков не не поднялись но вот как бы если отмотать немножко поподальше то там есть подряд у нас вот мы как бы изучали мы изучали мы уже несколько лет изучаем эту книгу Рота Чуварава мы уже практически в конце мы много отвлекались по дороге мы у нас была серьезная глубокая тема мы изучали вторую науку тоже подходы Рапука которые достаточно я сделал как бы обзорные большой обзор там у нас было по-моему порядка 10 уроков по поводу вторую науки в подходе Рапука и это тоже достаточно тоже нестандартный подход скажем так не то что принято я тоже рекомендую посмотреть это в нашей серии уроков мы много-много разных мы очень часто отвлекались поэтому мы уже не один год учим еще одну книжку не закончили но тем не менее мы я думаю скоро закончим может потому что у нас мы сейчас 14 главе там 18 глав вот но большое спасибо вам тоже и конечно всегда приглашен большое спасибо Сергей кто-то еще хочу рассказать давайте я скажу я хочу сказать по практической немножко точки точки получения удовольствия от еды я хочу сказать что человек который не наедается вот чревоугодие да грубая еда это практически одно и то же что не умение получать удовольствие от жизни и у часть получать вот то есть поднимаем участь получать удовольствие от еды впоследствии человек научится получать удовольствия от жизни То есть тут идет от малого к большему. Сначала человек учится получать удовольствие от непосредственных процессов, и потом это войдет в привычку. Получать удовольствие, возвышать таким образом все делаемое, ну и свой взгляд вообще на вещи. Мне кажется, так. Отлично. Большое спасибо, Виктория. Очень здорово. Мне кажется, это в нашем тексте связано с тем отрывком, где мы сказали, что то, что приходит увеличить, оно очень просто прилепляется к цветону. И это имеется в виду и да, который у нас увеличивает силу жизненности. Я очень доволен тем, что вы сказали, потому что очень часто такой религиозный подход, это вот именно такая вот серьезность и даже грусть. И как это? Сотри свою глупую улыбку со своего лица, да? То есть религиозность такая вот, религия, это серьезно, это не весело. А по-настоящему вот правильно, да? Вот как вы абсолютно верно заметили, это действительно радость. Симха. И как бы получать удовольствие. Это неплохо. Это даже хорошо. Более того, у самого Рома Кока вот есть очень понятие как бы «онек», «таанук» – это как бы высшее удовольствие, да? Оно встречается очень часто. И мы как бы его, ну, не любим, да? Так как удовольствие? Мы тут не для удовольствия, для того, что нужно работать, нужно там служить Богу, нужно там что-то делать. Вот нужно, нужно. А есть над нужным, нужно сказать правильно. Но над нужным есть еще более высокий этаж. С «онек», с удовольствием, с высшим удовольствием. Так что большое спасибо, Виктория. Я очень рад вашему замечанию. Тимур, я очень рад, что вы вернулись к нам. Вот. Если вы хотите что-то сказать, то я тоже буду рад. Хорошо. Если нет, то тогда мы закончим. Можно немножко наше время. Ну, я опоздал, только нормально. Мы немножко вышли за наше время. Хорошо. Когда встретимся с Божьей помощью, в следующий раз, через две недели. Да. И чтобы это самое, чтобы мы не знали больше всех, никаких больше бед. Да, вот действительно сейчас было тяжелое землетрясение, очень-очень много погибших. И в Сирии, и в Турции, и война у нас сейчас. Так что, чтобы наши уроки тоже были за... За общее исправление мира. Большое всем спасибо. До свидания. Добрый вечер. Я очень рад, что вы все пришли ко мне с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.